В эфире новости с вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. Касымжимар Тукаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с кончиной президента Туниса. Телеграмма соболезнования опубликована на сайте Аккорды. Беджи Кайт Ассепси посвятил свою жизнь процветанию народа Туниса, защите интересов своих соотечественников, говорится в сообщении. Он навсегда останется в памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик, который внес большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Бориса Джонсона Касымжимар Тукаев поздравил с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В телеграмме подчеркивается, ваша убедительная победа на выборах лидера правящей партии ТОРИ является признанием ваших впечатляющих достижений и преданного служения на благо Великобритании. Глава государства отметил, что Казахстан и Великобритания развивают стратегическое партнерство на основе прочных уз дружбы, доверия и взаимопонимания и выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества и открытие новых инвестиционных возможностей. Касымжимар Тукаев пожелал Борису Джонсону успехов на новом посту, а также процветания британскому народу. Касымжимар Тукаев принял Алтая Кульгинова. Аким Столицы рассказал президенту о социально-экономическом развитии города с начала года. В свою очередь глава государства дал городоначальнику ряд поручений. В частности, необходимо наращивать темпы строительства городских объектов и возведения доступного жилья, активизировать работу по привлечению инвестиций, активнее создавать новые рабочие места и повышать благосостояние малообеспеченных семей. Глава государства принял и первого заместителя партии Нур-Отан. Бауржан Байбек проинформировал Касымжимар Тукаева о текущих делах партии, поездках в регионы, рассказал о работе по активизации механизмов взаимодействия с госорганами и обеспечении совместной работы с администрацией президента. И также Байбек сообщил о прекращении деятельности Общенациональной коалиции демократических сил и планах по институциональному участию партии в работе Национального совета общественного доверия. Глава государства акцентировал внимание на важности усиления обратной связи с населением. Президент призвал членов Нур-Отана активнее участвовать в жизни страны и быть ближе к народу. Более 300 тысяч молодых казахстанцев до конца этого года получат возможность заработать, в том числе с помощью краткосрочного профобразования в рамках программы «Бастау Бизнес», «Жаскаспкер», микрокредитования и грантов на стартап-проекты. Об этом во время посещения столичного мобильного центра занятости Атамикен Колдау Орталг сообщил премьер-министр Аскар Мамин. Глава Кабмина побеседовал с молодыми специалистами, которые хотят открыть свое дело. Он отметил, что по поручению президента правительство разработало пакет срочных мер для повышения благосостояния населения. Премьер-министр, кстати, лично провел бизнес-тренинг для участников проекта. Отмечу, после обучения безработная и самозанятая молодежь может получить безвозмездный грант стоимостью свыше 500 тысяч тенге. И также предусмотрена ежемесячная стипендия в размере 19 тысяч. Мы провести такую программу, чтобы была возможность начинающим предпринимателям обучиться, получить первоначальные навыки. Вот сегодня курс, который вы проходите, он очень поможет вам найти свое дело. Правильно здесь говорится, надо верить в себя. В принципе, в стране все возможности для того, чтобы открыть свое дело. Мы вам поможем и с годным кредитом, поможем с рабочим местом, поможем вам приобрести оборудование. Остальное, конечно, вы должны сами, от вас зависеть. Хотите стать успешными предпринимателями, вы можете это сделать. Все зависит от вас. Министр обороны провел еженедельную инспекцию в Арысе. Нурлану Ермикпаеву доложили об оперативной обстановке в регионе. Сводный отряд по ликвидации последствий ЧАЭС проводит поиск фрагментов боеприпасов на прилегающих к складам и городу территориях. Найденный арсенал вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне в 60 километрах от Арысе. Было ликвидировано свыше трех тысяч боеголовок. Вместе с тем идут работы по восстановлению инфраструктуры военного городка. И также по приказу главы ведомства проведена ротация военнослужащих. На смену прибыл личный состав, который продолжит очистку города от боеприпасов. Министр обороны поручил обеспечить безопасность всех жителей Арысе. Одну из улиц в Улытау назовут именем погибшего инспектора охот-зоопрома Каныша Нуртазинова. Траурная церемония прошла сегодня в Жесказгане. Похоронили егеря в родном селе Касколь улытаусского района. Сегодня же семье погибшего вручили орден Айбен первой степени, присужденный Нуртазинову приказом президента Казахстана посмертно. У матери уже нет сил даже плакать. В семье Нуртазиновых и ее средней из пятерых детей Каныш всегда был надежной опорой. И не только для семьи, но и всего своего родного села. Много лет он прослужил в нем участковым инспектором, а выйдя в отставку, встал на защиту уже животного мира. Мы его отговаривали. Говорили отдохни, посиди дома, займись хозяйством. Но он не мог. Он всегда с самого детства был активным, принципиальным. Всегда всех защищал. И нас, и животных. Поэтому и пошел в охотинспекцию. То, что отец в последней вахте никогда не вернется, младшую из его пятерых детей не верят до сих пор. Семье сегодня передали орден Айбен первой степени. Казом президента Каныша Нуртазинова наградили посмертно. Каныш показал нам всем пример мужества и верности родине, самоотверженности при исполнении служебного долга. И мы в ответ не оставим семью без внимания и помощи в этой беде. В тот день, 23 июля, Каныш Нуртазинов патрулировал в степи Акмолинской области. Инспекторам показалась подозрительная белая нива. На своем автомобиле напарники попытались догнать машину, но оттуда раздался выстрел. Единственный и смертельный. Мы в одном смене, я старше группы был, мы пять задержаний делали. Все эти люди были браконьеры, продавая сайгинные рога, они на этом выживают. И они поставили это, как будто это работа их браконьеров. Сейчас на полутора миллиона гектарах земли, где обитают краснокнижные животные в пяти региональных филиалах, свою работу выполняют 220 инспекторов охотзового прома. С начала года благодаря им против браконьеров было возбуждено 50 уголовных дел. Сейчас поголовье сайги растет, но чтобы это было не ценой человеческих жертв, глава государства поручил ужесточить наказание для браконьеров. С нами уже проработаны необходимые нормы законодательства. Уже с осени мы начнем работать в парламенте по данным поправкам. С учетом того, что в этот случай уже второй за этот год, очень серьезное внимание мы уделим обучению наших егерей. И мы уже распорядились о том, что в течение месяца будут проведены курсы, как теоретические, так и практические, для всего инспекторского состава. Особое внимание обещают уделить материально-техническому и социальному обеспечению сотрудников инспекторской службы. Илана Чаус, Алау Игликов, Хабар-24, Карагандинская область. Второй инспектор охотзового прома Самат Успанов, раненый браконьерами, награжден орденом Айбен второй степени. Государственную награду от имени президента Казахстана вручил министр экологии, геологии и природных ресурсов Макзум Мерзагалиев. Он отметил, что мужество и отвага егерей, проявленные при исполнении обязанностей, признак настоящего патриотизма. Напомню, два сотрудника лесной охраны были обстреляны во время преследования нарушителей. В результате один погиб, второй был доставлен с огнестрельными ранениями, а в Акмолинскую областную больницу, где был прооперирован. В первую очередь хочу выразить свои соболезнования родным и близким Ханыша. Также спасибо президенту за награду, всем врачам за оказанную помощь. Чувствую себя хорошо. За семь лет моей работы – это первый подобный случай. Надеюсь, никто из моих коллег больше не столкнется с такой бедой. К другим темам. Общественники на коммунальном рынке города Аксу обнаружили тушу баранины, которая готовилась к продаже без лабораторных исследований. С принципом работы реализации мяса на сельхозярмарках ознакомилась специальная мониторинговая группа при антикоррупционной службе по Володарской области. Как выяснилось, тушу привез ветоработник Калкоманского сельского округа. И при этом на мясо отсутствовали какие-либо ветеринарные документы. Продукцию сняли с прилавка, отправили в лабораторию для исследования. О нарушении проверяющие намерены сообщить соответствующие органы. По мнению общественников, контроль за реализацией сельхозпродукции осуществляется не на должном уровне, поскольку порядок организации и принципы отбора участников ярмарок местными властями не регламентированы. Мясо баранина привез сотрудник служащий отдела ветеринарии поселка Калкоман Аксуского района. На служебной машине привез без соответствующих разрешительных документов и уже собирались реализовывать на коммунальном рынке. Мы должны работать над причинами. Хотелось бы, конечно, чтобы все заинтересованные государственные органы, также заинтересованные крестьянские хозяйства, чтобы сели за круглый стол, обсудили данную проблему, чтобы уже выработать некоторые, наверное, правила. Около 20 видов пищевых продуктов Кустанайская область отправляет на экспорт в страны СНГ, Европы и Центральной Азии. Последние несколько лет наблюдается повышенный спрос на молочную и мясную продукцию. 98% этих товаров поставляют в Россию. Потребители из соседней страны отдают предпочтение экологически чистой продукции из Казахстана. К примеру, один из племенных цехов поселка Карабалык завоевывает рынок соседнего государства исключительно качеством. При изготовлении полуфабрикатов не используют никаких искусственных добавок. В итоге аппетит покупателей вырос сразу на 40%. В Нур-Султане у продавцов из городского парка нет санитарных книжек. Согласно закону, проверять частные торговые точки стражи порядка и госорганы не имеют права, пока не поступит жалоба. Практика показывает, покупатели жалуются неохотно, а документы не спрашивают. Насколько безопасно угощать себя и близких на прогулке, выясняла Ирина Панфилова. Вкусное мороженое рекомендую. Правда, прежде чем его купить, не забудьте спросить у продавца санитарную книжку. По закону, такие документы должны быть у всех, кто продает пищевую продукцию. Вот здесь, в городском парке, это порядка 60 точек. Но как обстоят дела на самом деле, сейчас попробуем выяснить. Пока одни маленькие посетители парка развлекаются, другие уплетают за обе щеки местные вкусности. Мороженое, жареная картошка, сладкая вата, попкорн. Торговые палатки пестрят предложениями угоститься. Для того, чтобы узнать, насколько безопасно покупать здесь пищевую продукцию, идем в ближайший киоск. Санитарная книжка какая-то есть? Есть. Можете показать, пожалуйста? Данной моей книги нет, там на складе есть. Идем на склад. Встречают нас вполне радушно и подтверждают слова продавца. В руках администратора несколько санитарных книжек. А как часто вы проверяете вот эти санитарные книжки? За какой период ее нужно менять? Я не знаю, что там. За период полгода. Бывают какие-то проверки? Ежедневно. Кто проверяет, получается? Это в администрации есть Дархан. Он проверяет санитарки, чистоту, полностью все у нас проверяет. Мы даже брусчатку щеткой чистим, полностью все проверяют. В этом плане нас жестко. С Дарханом, который занимается проверками в парке, нам встретиться не удалось. Но по словам других работников администрации, любая пищевая продукция, которую здесь продают в палатках, находится на контроле. Факты были единичные выявлены, когда были предоставлены недостоверные санитарные книжки. Вы сами знаете, что ее можно купить. Но мы связались с санэпидстанцией. Они нам показали образец, какой должна быть эта санитарная книжка, какие должны быть печати, кто там должен расписаться. И то есть вот эти факты были ликвидированы. Это вообще прибыльно? Насколько это идет? Нет, в этом году нет. Не прибыльно? Вообще они, не знаете, ну, то есть вот вы работаете, там санитарные книжки, там что-то надо? Обязательно, да, нужно? Но это, видимо, если вы продаете мороженое, попкорн или сладкую вату. А вот торговать хрустящей картошкой у палаток, которой, кстати, отбоя от клиентов нет, как показывает практика, можно и без санитарной книжки. А у вас санитарная книжка есть? Да. Можете посмотреть? На данный момент нет. Вот еще одна такая же палатка, и снова у продавца не нашлось документов. Вы на работу как? Санитарку обязательно надо или нет? Нет. Не обязательно надо, да? Нет. Просто, да, без санитарок? А как, и не проверяют, что ли? Не знаю, да, знаешь, что ли. Там это в офисе, который мы так и не нашли, как не пытались. К слову, как показал Блиц-опрос, казахстанцев и отсутствие трудовой книги у продавцов волнует не особо. Когда берете, спрашиваете документы, я не знаю, санитарной книги или нет? Нет. Никогда не спрашиваете? Нет. Не боитесь? Нет. А что бояться? Чем-то же питаемся. А что думаете, в магазинах лучше? Ну, ничего не боимся. В магазинах лучше, неизвестно, что продавцы. Когда не спрашивали. Почему? Не знаю, не думали. А теперь? Или не переживаете, думаете, нормально все? Нормально, думаю. Давайте вот просто вместе у парня спросим, ради интереса, давайте вот узнаем. Молодой человек, здрасте. У вас санитарная книжка есть? Да. Почему уличные продавцы реализуют свой товар без разрешительных документов? Этот вопрос мы хотели задать и полицейским. Вот вы видите вдалеке, вон там, машину полицейскую. Мы очень сильно хотели с ними увидеться, махали. Думали, они подъедут, и мы наконец-то проверим документы у продавцов. Которые сами утверждают, что у них нет санитарных книжек. Но, к сожалению, полицейские не захотели с нами общаться. То, что у продавцов в парке нет санитарных книг, далеко не единственное нарушение закона. Руководство ваших действий? Адмистратер. Они где? Далеко отсюда? Ну, чуть далеко. Вообще, санитарные книжки есть у вас? Нет. А у них есть ваши книжки? Нет. Не знаете, да? Вы молоденькие такие, вам 18 есть? Или нет 18? Нет. А санитарные вас даже не спрашивали? То есть вы пришли, устроились, все, да? Нет, мы, у нее есть, сказать, я делаю санитарные. В то время, когда документ подростка будет готов, сезон торговли, скорее всего, уже закончится. Отмечу, по словам представителей правоохранительных органов, проверяя участников, они не имеют права, пока не поступит жалоба. А их может не быть, как и санитарных книжек у некоторых продавцов. Вывод напрашивается один. Потребитель не защищен. Ирина Ванфилова, Ануар Таукелов, Хабар, 24. В окрестностях Атрау загорелись камышовые заросли. Площадь пожара превысила 5 гектаров. В тушении задействованы 55 сотрудников ДЧС и природного резервата Ак-Жаек. 13 единиц техники. Опасность в том, что поблизости находятся угоди резервата, куда может перекинуться пожар. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер, который переносит с участка на участок его. Тем временем гарь от пожара дошла до правобережной части города и заволокла часть микрорайонов. В Шымкенте пожарные спасали из горящей постройки стаю элитных голубей. Заводчики пернатых в шоке. Редких птиц они собирали годами. Огонь вспыхнул ночью, когда ничего не подозревающие люди крепко спали. Пламя быстро охватило 240 квадратных метров. В горящей постройке находились 80 птиц, а также крупнорогатый скот. Животные не пострадали. С огнем пожарные боролись больше двух часов. Загорелся хозяйственная постройка общей площадью 240 квадратных метров. На месте происшествия пожаротушили 26 человек личного состава службы пожаротушения и 6 единиц техники. Маленький Карим, пролежавший в реанимации детской областной больницы больше года, прооперирован и продолжит лечение в Павлодаре. Сложная операция по восстановлению шейных позвонков была проведена в столичном национальном центре нейрохирургии. Двухлетний ребенок был перевезен в Павлодар бортом саун авиации. По словам специалистов, маленький пациент перелет перенес хорошо. В настоящее время он подключен к искусственной вентиляции легких. Его состояние остается стабильно тяжелым. Врачами назначен курс послеоперационной реабилитации. Напомню, Карим Танирбергенов попал в реанимацию с переломом двух шейных позвонков после посещения частного мануального терапевта. Подобная операция, как отмечают столичные врачи, проведена впервые в мире. В послеоперационном периоде сейчас мы будем прилагать все усилия, чтобы функция дыхания восстановилась. Пока, к сожалению, продолжается искусственная вентиляция легких. Карим сам еще не дышит. Будем прилагать все усилия, будем проводить все реабилитационные мероприятия, чтобы восстановительный период прошел более успешно. В октубе из окна второго этажа детского сада выпал трехлетний ребенок. В настоящее время мальчик с отрясением головного мозга и переломом голени находится в областной детской больнице. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские. Возбуждено уголовное дело. В этот детский сад Захар с братом двойняшкой ходил всего пару месяцев. А это то самое злосчастное окно, из которого выпал трехлетний ребенок. Первыми мальчика заметили строители. Один из них и занес малыша внутрь здания. С мая месяца, как им три года исполнилось, я забрала с частного садика. Отдала в этот сад, и то, что он большой, хотел, чтобы дети свободно ходили. И они оба ходили на окне, как мои дети сами говорят, что их трое детей было. Мы, говорит, игрались на подоконнике, и Захар упал. Узнавшие о ЧП сотрудники дошкольного учреждения не смогли дозвониться в неотложку. Станция скорой помощи находится неподалеку, потому ребенка отвезли к медикам самостоятельно. А уже в карете скорой помощи доставили в больницу. Поступил с диагнозом сочетанная травма, сотрясение головного мозга, перелом костей, голени. Медицинская помощь оказывается сразу же при поступлении, осмотрен специалистами. Сделана компьютерная томография, сделана рентгенография. Сейчас ребенок находится в отделении травматологии. Его состояние оценивается как стабильное. Однако не исключено, что малышу понадобится операция. В группе, которую посещал мальчик, 22 ребенка. После ЧП с сотрудниками садика провели инструктаж. Окна оборудовались специальными замками. По нормам пожарной безопасности устанавливать решетки в детсадах запрещено. Воспитателя уволили. Во время случившегося она, после того, как дети пообедали, готовила их ко сну, раздевала. У нас окна были приоткрыты вверх. Помещение проветривали. Ребенок, видимо, залез на окно. Хотя там ничего не стояло. Открыл его и выпал. Воспитателю, не уследившему за ребенком, придется отвечать по закону. В отношении нее возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Статья предусматривает штраф в размере 2000 МРП или ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков, Октубе, Хабар-24. В Мангосталской области очевидцы спасли тонущих туристов. Четверо жителей Тараза, купаясь на водоканале Шора, который находится вблизи города Актау, чуть не утонули. Прохожие, заприметив утопающих, поспешили вытащить их из воды. А позже вызвали спасателей и медиков. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Сам инцидент произошел на территории опасной зоны, где купаться по решению местных властей строго запрещено. Этим утром на водоеме был обнаружен труп 22-летнего мужчины, который утонул накануне. Муж, жена и двое дочерей. Сейчас данные пострадавшие находятся в прибрежной зоне, в доме, где им оказывают медицинскую помощь и откачивают. То есть они все нахлебались большого количества воды, и сейчас данные приводятся в чувства. В Шымкенте от укусов каракуртов пострадали больше 20 человек. Ядовитые пауки активизировались с приходом знойной жары. Укус насекомого приводит к затрудненному дыханию, параличу конечностей и судорогам. Факты нападения были зафиксированы в основном в микрорайонах на окраине города. Врачи рассказали, пауки заползают даже в постели к своим жертвам. Среди пострадавших в основном мужчины. Укушены также трое детей. Очистить город от непрошенных гостей практически невозможно. Слишком большая территория вероятного места их обитания. Поэтому горожан просят быть осторожнее. Поступают в основном с пригородов, можно сказать, с микрорайона Курсай, микрорайон Хазугурт, Масамал-2, 3 и вот эти дачи наши. В основном к нам поступают и в ночное время. Но почему-то после двух часов ночи во ноги поступают. В основном кусают в постели, те, которые на улице спят. В Актау представители административного суда разъяснили решение по делу известного в регионе хирурга Насукана Отрогазиева. Врача областной детской больницы обвинили в нарушении общественного порядка, а именно в конфликте с родственниками пациента. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения медицинского учреждения. Судья заявила, что ранее обвиняемый привлекался по части первой статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях, и ему уже выписывали штраф за аналогичный случай. В этот раз его приговорили к заключению на 15 суток. Однако за решеткой врач провел ровно сутки. Ввиду своей профессиональной деятельности так отметила судья. Вот устраивание скандалов, оно тоже под это подпадает. Там действительно шум. Другие посетители, пациенты пришли к больным ребенку, а там врач с пациентом разбирается. Чем не нарушен общественный порядок? Пациенты должны быстро показать своих больных детей на значение получить, первую помощь должны получать, а не разборки все это видеть. Так же, Женя? Инцидент вызвал недовольство среди жителей города. Пользователи сети считают решение несправедливым. Они поддерживают врача, организовывая различные акции. В свою очередь, министр здравоохранения Ельжан Братанов назвал наказание врача абсолютно чрезмерным. И также стало известно, что Насухан-Отаргазиев намерен решение суда обжаловать. 612 случаев потери багажа. Да, и это только за июль. Такую статистику нашему телеканалу предоставили в столичном аэропорту. Лето – самый разгар отпусков, а значит, и увеличивается количество случаев потери багажа по всему миру. Иногда ждать его казахстанцам приходится неделями. Наш корреспондент Асхат Ниязов собрал истории про потери багажа и попытался выяснить, как можно себя обезопасить. Найля Чуйкина с завистью смотрит на тех, у кого есть багаж. Свой она ждет уже шесть дней. А как все хорошо начиналось? Летели из Хорватии транзитом через Польшу с хорошим настроением. Уже по прилету в Нур-Султан выяснилось, что чемодан с вещами остался в Варшаве. Написала заявление и уехала домой. Авиакомпания пообещала доставить багаж до двери. В назначенный срок ничего не произошло. Дело дошло до того, что Найля дозвонилась до консульства в Польше и сам консул лично поехал искать багаж в аэропорт Варшавы. Он мне звонит в 12 часов ночи, в 12 часов ночи по нашему времени. Говорит, вы знаете, я вот здесь нахожусь, тут море багажей. И, кстати, диспетчер, когда я рассказывала, что вы делаете, она мне говорит, что вы хотите. У нас в порядке, с ее слов, в порядке 500 багажей с Польши не пришло в общей сложности на сегодняшний день. Консул багаж нашел, отправил в столицу Казахстана, но дело опять встало. Найле сказали, что авиалинии, летящие в Жасказган, отказываются брать багаж. Мол, приезжайте в Нур-Султан и забирайте сами. В общем, было сделано много звонков, прежде чем личные вещи Найле все-таки попали в Жасказган. Супруг не смог сдержать радости, однако Найлю уже было не остановить. Сейчас представитель нашей компании, которая уже сказала, она говорит, что проблем нет, мы всегда берем багаж. Тогда вопрос к дежурному Нур-Султана аэропорта, почему она нам сказала, что было отказано. Мы связались со спасителем Найли в Варшаве. Действительно, такой случай не единичный. Консул дипломатично рассказал про общую ситуацию и даже дал совет, что необходимо делать, когда потерян багаж. Да, к нам поступает большое количество обращений от наших граждан из аэропорта Варшавы. Так как Нур-Султан Варшавы имеет прямое авиасообщение, многие используют этот рейс как транзит. Проблемы бывают разные. Потеря багажа, отмена рейса, потеря документов, проблемы с визами и так далее. При потере багажа пассажирам нужно зайти на сайт компании, которую используют при перелете, найти графу Lost and Found, вбить номер рейса, фамилию и могут получить полную информацию, где их багаж находится и когда он будет доставлен. Мы также связались с польской авиакомпанией, которая летала наша героиня. Оказалось, они-то вообще ни при чем. Виноват вроде как польский аэропорт. Все, что связано с потерей багажа, это респособность аэропорта. То есть это ответственность аэропорта. Когда человек прилетел, неважно какой авиакомпании, он обращается в аэропорт. Если по соглашению так принято, что находит и доставляет багаж, платит за эту доставку, мы говорим понятным языком, то авиакомпания, чей перевозчик был последним в цепочке. То есть если пассажир, например, летел в Астана, Москва, Аэрофлот и потерялся багаж в Москве, но при этом он вернулся в Казахстан авиакомпании Lost, он подает заявку, авиакомпания Lost платит за нахождение этого багажа и доставку этого багажа. То есть существуют целые компании, которые за деньги занимаются поиском пропавших чемоданов. И дела у них идут в гору, надо полагать, потому что им даже некогда по телефону поговорить. Меня зовут Асхат, я корреспондент телеканала Хабар 24. Вам удобно говорить? Как вы поняли, потерять багаж вероятность есть, причем немалая, поэтому стоит лучше обезопасить себя. Возьмите вручную кладь самое необходимое. Предметы личной гигиены, деньги с документами, ну и самые необходимые вещички. Только с начала этого года в столичный аэропорт не вернулось 2752 багажа. Как видите, на этом построена целая инфраструктура. И никогда не предугадаешь, что произойдет это именно с тобой. Не знали это и Наиля с супругом. Так что раздавать сувениры с поездки они будут только сейчас. И хорошо, что вообще есть что раздавать. Асхат Нязов, Юлана Чауси, Арман Акшабаев, Хабар, 24. На этом мы закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok